гитлер он вообще откуда взялся и каким образом попал во власть закончилась первая мировая война гитлер на последнем этапе попадает лазарец он от газа и при то слепнет его да он лежал почти два месяца ничего не видел его сообщение о том что в восемнадцатом году германия заключила перемирие вело его в шок тем более на таких условиях вся германия развалена большие дата большие контрибуции большие аннексии то есть но он был не просто эфрейтор ему в этом плане не повезло за свои боевые заслуги он получает железный крест а вообще награда железный крест давалось только офицерам то есть крест он получает но офицером не становится это на самом деле до сих пор непонятный то есть то ли его не назначили то есть ну понимаешь на то есть сам офицерский чину не получил но крест относил до конца в девятнадцатом году он вступает в партию немецкая рабочая партия и у руководитель декстрер они с этим дрекстром пишут в двадцатом году 20 пунктов самой партии и он 21 22 годам становится чуть ли не первым человеком до самого начала я интересовала политика потому что он как он считал что он знает как помочь людям ну то есть как их вывести из нищеты то есть он все время считал что германия достойна большего германия достойна то есть уже тогда мысли о третьем рейхе продолжение бисма бисмарка второго рейха уже днем зрели ну а как он понимал что кто он и зовут его никак все у нас происходит через партии он вступает в эту партию в даб двадцатом году до преобразуется в нсдап добавляют национал социалистическая пишут эти пункты но денег нет ничего нету как-то надо о себе заявить они заявляют тем более это уже после двадцатого года похода на рим муссолини когда произошел переворот власти гитлер такими методами хочет сделать переворот в баварии в мюнхене знаменитый про который рассказывал мюнхенский путь пивной путь так называемый он провалился их всех там посажали но самый интересный момент что если бы не было этого пуча никто бы не знал кто вообще такой гитлер а здесь какая-то личность в какой-то человек какой-то придумал путь и они начинают говорить во первых надо понимать что в баварии это как раз родина баварской советской республики которая в девятнадцатом году была запрещена есть информация о том как гитлер отнесся к революции в россии и к той самой до информация насчет россии все понятно он был категорически против что что это сионистский еврейский заговор что во всем виноваты евреи вот что это надо не допустить евреи развалили российскую империю причем сам по себе на гитлер не был категорически против именно россии он считал что виновата во всем евреи вот насчет баварской республики после того как он выписался с лазарета восемнадцатом году в девятнадцатом влачиться жалко существования денег нет ничего нету что-то надо делать а никто на работу не берет получается кучу везде солдат по условиям версальского договора рейхсфер сократили до ста тысяч единиц а их в армии было порядка миллиона то есть безработица полнейшая большие контрибуции и так же сама он едет в баварии едет а там создается баварская советская республика только он туда приезжают это в апрель-май 19 года фрайкор берлина направляя туда свои части и с помощью генерала и по и эрнста рёма это все душится в принципе скажем так от виселицы или от расстрела его спасло только то что за него вступились немецкие офицеры сказали что да помним гитлера воевал все ему говорят ну вот тут создается какая-то новая партия даб давай ты проследишь за этой партией она правая партия была и он приходит там так проследить чем они занимаются и тут находит благодатную почву видеть что люди которые выступают говорят либо не о том либо мало и а те люди которые ходили в эти пивнушки которых собирались эти представители этой партии да тот же дрэкслер они говорят не о том и он выступает первая речь мысль была у него до с начала 20 века мыслитель он в этом плане думал очень много так как больше ничего не умел и тут он выступает с трибуны так сказать да все были поражены он прям он настолько попал скам так то что хотели от него слышать вот евреи еврейский заговор евреи виноваты мы лучшая страна мы часто отменим версаль и на самом деле это как как раз а было то есть люди да это она и лидерские качества лидерские качества были у него бесподобные естественно он становится сразу одним из первых то есть ему приходят сразу приглашение в эту партию он не уступает потом добавляют национал социалистическая это пресс переводит партию в нсдп в двадцать втором году они пишут программу партии 25 пунктов двадцать третьем году путь в двадцать четвертом он выходит этой ландзорской тюрьмы и начинают о нем то есть кто это такой человек то есть кто хотел сделать путь смысл этого пуча пивного вообще был каков сменить власть власть берлине это вообще был поход на берлин просто корявы конечно но это был поход на берлин и все начинают интересоваться кто такой гитлер то есть сам по себе этот пивной путь дала ему больше пиадапи а большая пиар акция тем более как он говорил на на суде на баварском суде он говорил что самая моя главная цель это борьба с евреями и борьба с марксизмом то есть когда он говорит что там где буду я и там где будет мое правительство не будет никакого марксизма то есть он боролся с марксизмом а это опять же благодатная почва здесь вам роза люксембург карл липнет только-только была баварская республика все максимально переживали этой красной чумы а тут вот человек как его можно посадить и переживали очень сильно сколько шуму дать хотели дать 5 смотрят как-то много и он отсидел там порядка 8 месяцев тем более так как он сидел я уже рассказывала к нему приходили люди и его эмиль морис и гёс писали вместе с ним книгу майн кампф а он там выходил на прогулки то есть там это как курортная зона была они троем в эмиль морис гёс и сам гитлер надо было написать какой-то труд который будет ком-то библии партий а тут как манифест коммунистической партии естественно да а тут как раз получил идеология тут получается как раз время ну то есть есть 8 месяцев ну он вообще он был сидеть пять лет что делать в это время уезжать никуда нельзя тем более начинается закат партии начинаются золотые 20 в германии наступают оттепель так сказать возвращаются мануфактуры промышленность начинает расцветать до великой депрессии германия ощутила золотые 20 большой подъем и когда он выходит двадцать сортом году все у нас дп уже никому не нужно то есть начинается сворда как закат партии и до двадцать девятого года если бы не было никакой великой депрессии не было никакого не гитлера не нсдп а здесь опять великая депрессия кто виноват евреи соул стрит все как эта тема евреев и гитлер была есть и будет он все время к ним касался все очень удобно евреи соул стрит мировой заговор ничего придумать не надо опять благодатная почва все же ой как так как так вот правительство брюнинга низ не справляется тридцать второй год канцлером назначают франца фон папана полгода франц папан побыл не справляется назначают курта фон шлейхера генерала который до этого был военным министром с тридцать второго года гитлер жаждет власти потому что во первых опять начинается налаживаться мировая жизнь то есть германия поднимается скат с колен заканчивается депрессия и естественно все эти идеи гитлера начинают отпадать и миллион из его сам-то голосов уходят от него уходит коммунистам ксд социал-демократической партии германии потом к тельману коммунистическая партия кпг от нацистов уходит потому что все то конечно интересно но пропадает почва под ногами тридцать второй год они теряют порядка двух миллионов на выборах в июле и надо что-то делать в декабре гитлер и его верные служащие подданные находят компромат на оскара гиндерного это сын президента находит на него компромат что он немецкие дотации дотации государства которые к нему попадают тратит на собственные нужды один просто был одним из лидеров партии да да он и и страссер да конечно вот тут они говорят оскару да они говорят что вот ты понимаешь что мы сейчас что мы с тобой сделаем о этот кому что мы с тобой будем сейчас сделать оскар жалуются папе паулю говорит ты понимаешь чем вот и они происходят очная явка в январе 33 года и оскара с этим с гитлером с которой оскар выходит и говорит да у нас ничего другого не остается как назначить киллера и замять это где он сказал если вы не за рейх канцлера собственно сегодняшняя календарная дата да 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 о чем мы языке это как бы пример пример министр до 2 лицу страны 30 естественно пауль фон гинденбург во первых это был уже дряхлеющий старик он понимал что конечно такая персона как гитлер но это просто даже не смешно это спустя потом пять лет гитлер стал гитлером а в тридцать третьем году это был полуклоун то есть это человек который умел просто красиво говорить с трибуны это жириновский своего рода да то есть никто его всерьез не воспринимал какие-то евреи какие-то заговоры причем он все время так говорил импульсивно слышали было это интересно но все понимали что это не та личность которую надо ставить вверх а здесь получается гитлер еще угождает против этого марксизма угождает промышленникам тисану ялмару шахту и другим промышленникам тем что говорит что вы что вы знаете чем чреват марксизм он отберет все все фабрики у вас отберет все заводы вы видели что происходит в россии советском союзе и естественно все промышленники были за гитлера вот и под давлением шахта тисан и уже как я уже говорила по поводу того что компромат на оскара гинденбург пауль фон соглашается поставить 30 января 33 года назначает гитлера рейх канцлером германии после этого развивается все в принципе очень быстро тут уже начинается очень интересно январь он рейх канцлер февраль поджог рейхстага забыла сказать что на март были назвать и назначены парламентские выборы выборы в рейхстаг естественно что в тот момент назначение рейх канцлером гитлера мало что давала ему каких-то там прерогатив это условная так сказать должность поэтому в принципе то что он им стал это конечно хорошо но надо победа в парламентских выборах они назначены на 5 марта все как по заказу 28 февраля горит рейхстаг кому кого ловят мартиуса вандерлюбы кто коммунист все коммунисты вне закона начинается травля коммунистов их начинают отлавливать ловят тельмана конце он умирает бухенвальди и 5 марта под давлением на социал-демократов германии и коммунистов вот их вывод не то чтобы выводят но голоса их падают при выборах 5 марта и здесь него нет неувязка в парламентских выборах 5 марта национал социалисты не получают большинство то есть они получили процентов 40 то есть треть если бы в тот момент социал-демократы объединились с коммунистами то это было весомое противовес той стороны они еще между собой начинают грызться и все это приводит к тому что в конце концов гитлер вынуждает гинденбурга подписать закон а вы говорите вот как коммунисты себя ведут вот подожгли рестак надо что-то делать спасать нацию расу и нацию и в марте подписывает гинденбург закон о чистке расы и нации что нсдп имеет право без суда и следствия наказывать всех то есть все кто причастны к поджогам все кто хотят подорвать благосостояние страны отечество в опасности это будет определять естественно кто их канцлер его нсдп начинаются массовые кстати начинаются массовые отловы коммунистов и их становится так много этих врагов нации что приходится строить лагерь дахау первый лагерь концлагерь который в дальнейшем это дахау он был построен потому что тюрьмы были переполнены надо было куда-то этих как-то проводить где-то надо было проводить беседы с таким количеством коммунистов что пришлось строить сразу целый лагерь дахау как он из второго лица государства стал первым здесь начинается быстрый ход отлавливать коммунистов национал социалисты приходят скажем так к решающему голосу в парламенте тридцать четвертом году летом умирает гинденбург и гитлер выступает с речью и говорит что мы не можем сейчас назначить выборы потому что в стране такая ситуация и мы совместим этих два пост два поста и теперь рейх канцлер германии и президент германии будет в одном лице фюрер с 34 года фюрер в одном лице он же и рейх канцлер и рейх президент и президент и все вместе взято гитлер становится фюрером немецкого народа немецкой нации они еще в тридцать четвертом году говорили герин говорил у меня нет совести моя совесть фюрер и в 34 года вот этот лозунг одна нация один народ и все это приводилось как раз именно к фюреру то есть фюрер это отец немецкого народа он единственный то есть главный они кстати с 34 года интересно до этого присягу давали германии все кто становились какими-то там должностями давали присягу германии 34 года до до рейхенау вместе с герингом скан так поменяли присягу и они давали фюреру отцу народа то есть все уже вся присяга была не германскому народу не германии а именно фюрера до что он знает он как мессия он знает куда вести он знает ответы на все вопросы он приведет страну большому великому будущему не было ли вот в этот период когда он сам вот так фактически себя назначил вождем и фюрером каких-то вспышек протеста каких-то где-то может по каким-то городам кто-то что-то может в парламенте кто-то ничего как бы все это восприняли так с приходом гитлера к власти с 34 года начинаются прям унификация всей страны стройки автобаны безработицы бой начинают всех почти не стало голода выделяются по уровень жизни от нас однозначно вырос до с ним начинают сотрудничать почти все промышленники то есть его его финансируют те же крупы те же кванты уровень жизни рабочих начинает расти то есть с 33 года в принципе опять же на понять что это совпало с окончанием великой депрессии то есть он бы и так возможно рос но тут совпало с гитлером в принципе как в америке с рузвельтом там начинает рузвельт написал свою новая программа и то же самое здесь и уровень жизни растет поэтому 35 год гитлеромания то есть подумать что гитлер ведет не туда народ но это было просто поэтому всеобщая эйфория была народная все считали что на самом деле это фюрер вождь народа он знает что сделать он появляется на всяких митингах в итоге конечно он не смог остановиться то что он раздувал это был как пустой мыльный пузырь он должен был лопнуть если бы его убили допустим тридцать восьмом тридцать девятых годах покушение любой из покушений было удачная то до сих пор мы по всей германии видели сотни памятников гитлеру как отцу народов что чеку миссии который пришел вел народ но не дали довести о том что было дальше мы уже рассказывали в предыдущих передачах да и расскажем в будущем до